Сегодня экспертом проекта «Кухня ЖКХ» выступает Маньков Максим Павлович, исполнительный директор УК «Актив Комфорт». Здравствуйте. Добрый день. Многие собственники проводят незаконные перепланировки квартир без соответствующей разрешительной документации. Расскажите, пожалуйста, чем это опасно? Вообще перепланировка и переустройство – очень распространенное явление и имеет существенные негативные последствия для не только удобства проживания жителей на квартирных домах, но и вообще создают угрозу жизни и здоровью гражданам. Во-первых, перепланировка и переустройство регулируется статьей ЖК. Там всё подробно расписано, и куда обращаться, и как узаканивать перепланировку, которая уже произведена в том числе. Стоит обратить внимание всех жителей на то, что не допускается перепланировка внутридумовых инженерных коммуникаций и переоборудования. Это может разбалансировать систему отопления, когда мы переставляем приборы отопления, радиаторы отопления. Может быть проблема с системой вентиляции, когда мы в вентиляционные каналы что-то там вбиваем, какие-то гвозди, сами стояки. Либо заслоняем вентиляционные каналы. Может быть проблема и в самой этой квартире, и в нижерасположенных. Так же стоит обратить внимание на переоборудование, перепланировку балконов и лоджий. Это когда дополнительные радиаторы устанавливаются на лоджии, на балконы. Это тоже может существенно создать проблемы жителям при отоплении всего дома. И установка навесов и козырьков при остеклении балконов. В зимний период скапливается снег. Жители зачастую этот снег не чистят, образовывается наледь, и потом эта наледь падает вниз и может кому-то причинить вред здоровью или имуществу. Это тоже очень важно. Все перепланировки и переоборудование должны быть выполнены в соответствии с проектом, который составляет специализированная организация, имеющая на это разрешение. И органы местного самоправления, в данном случае администрация города, выдают разрешение на перепланировку или переоборудование. Также, если по пунктам разобрать, в принципе, перепланировка не допускается в целом при устройстве полов с подогревом от общедомовых систем горячего водоснабжения, при ликвидации и уменьшении сечения каналов естественной вентиляции и демонтаже вентиляционных каналов, ухудшении условий эксплуатации на квартирного дома и проживании граждан, и вообще любые перепланировки, нарушающие строительные нормы и правила, установленные законом. Штрафы за незаконную перепланировку составляют от 2 тысяч до 2,5 тысяч рублей для физических лиц. Однако не стоит забывать, что помимо того, что незаконная перепланировка была произведена, органы местного управления может обязать в судебном порядке привести состояние в жилое помещение до проведения перепланировки. Это увеличит материальные затраты граждан. А как выявляется незаконная перепланировка и куда жаловаться в таком случае? Как правило, незаконная перепланировка выявляется при обследовании жилых помещений управляющей компании, когда обследуется общее имущество. Это происходит в том числе по жалобам жителей, которые получают дискомфорт проживания, и при обследовании дополнительно устанавливается также незаконная перепланировка. Если установлена такая ситуация, то необходимо обращаться в свою управляющую компанию, желательно, чтобы она была в курсе всех этих моментов, а также в Государственную жилищную инспекцию Кировской области. Максим Павлович, в связи с такой проблемой дайте свет людям, которые собираются купить недвижимость. При покупке квартиры следует сравнивать реальную конфигурацию в жилом помещении перегородок и оборудования с техническим паспортом на жилое помещение, полученном из Бюро технической инвентаризации. Данное обстоятельство позволит избежать проблем в будущем, потому что уже новый собственник будет нести всю ответственность за то состояние имущества, которое там находится. Управляющая компания «Актив Комфорт» приглашает к сотрудничеству и взаимодействию жителей, заинтересованных в улучшении комфортности проживания. Адрес улица Роза, Люксембург, 86В, телефон 222-892.